Тренировка, которую вас ждет сегодня и завтра, она не столько физическая, но больше тренировать ваш мозг, чтобы он наблюдал и реагировал. Например, если Сергей отвернулся, я хочу подойти к нему сзади, ударить его сзади, как и в игре нокаут. Если вы видели это на ютубе, вы можете провести сзади, но если я ударю в один, или у меня есть нож, или металлический, я ударю по черепу, если вы этого не видите, вы не сможете от этого защититься. Понятно, о чем я говорю? Это правда. Мы не Бог, мы не можем защититься от всего. Кравмага разработана, минимизировать ущерб, предотвратить. Это не 100%. Здесь множество факторов от наблюдательности, от действия и противодействия языка тела. Например, ты не двигайся. Если я вхожу в ваше пространство. Я агрессивный, я преступник. Ничего не делай. Я использую свой голос, я веду себя агрессивно наезжаю. Я использую свой голос, я веду себя агрессивно наезжаю. Я сумасшедший. Большинство людей не впадут в состояние шока. Реакция будет, что происходит со мной? Если вы думаете, что вы внезапно станете ниндзя, вы ошибаетесь. Я агрессивный парень. Повышаю свой голос. Может быть, я пьяный, может быть, сумасшедший. Любой вид ярости. И я вхожу в пространство. И ваши глаза, как камера, они увидели, что это происходит. И пока вы не проанализировали эту информацию, я в вашем пространстве. И на этом расстоянии много чего может произойти. Я здесь, рука в карман, я пырну Сергея. Вы думаете, вам хватит скорости решить проблему? Это то, что происходит в ежедневных конфликтах. Потому что мы надеемся, что люди в массе своей относительно мирные. И если я подошел к вам вот так, со своей осанкой, вы можете видеть язык тела, видеть сигналы. Я стекулирую, я подскажу вот сюда. Большинство людей яйца становлюсь вот такие маленькие. Они хотят избежать конфликта. Да, вы можете ходить в спортзал, делать джим лёжа, бить мешок. Мы всех попадаем в тот или иной виз шока. Особенно если я ударил, толкнул. Я использую элемент внезапности. И вы на короткое время теряете уверенность в себе. У нас в мозгу вырабатывается вещество, которое называется кортизол, которое отвечает за тревожность и за стресс. Для человека в таком состоянии очень тяжело что-либо делать. И оно вызывает шок и реакцию «замри». И вы спросите себя, как это возможно, когда преступник нападает на гражданского, у преступников всё получается. Очень мало людей могут защитить себя в стрессовой ситуации. Очень многие не смогут справиться, даже если они атлеты, если они занимаются в спортзале, делают упражнения. Но в мозгу здесь у меня нет способности справиться со стрессом. Это другое. Я долго исследовал эту проблему в поведении человека в состоянии стресса. Как люди реагируют на конфликт. Я тренировал много военных правоохранительных организаций, личную охрану, тактические группы. В разных странах по всему миру, где разные культуры. И у всех есть один и тот же феномен. Когда я помещаю их под давление, у них ничего не получается. Самая большая проблема, как я решаю ее. Как я решаю проблему, когда я имею дело? Я 100% позитив. Все вы знаете, как сделать бомб. Вы знаете локти, колени. Вы знаете механика. Вы знаете движение. Но какой будет решение, когда будет немного стресса? Я буду говорить о простых вещах. Очень простых вещах. И это я хочу, чтобы вы собирались отходить дома, когда вы готовы с тренировки. Чтобы это вы забрали с собой домой. Сергей, поднимай. Я сделаю. Я сделаю. Слой мотин. И вы сделаете немного защиты. Я не могу поднимать. Но я сделаю. Я сделаю. Какое механическое движение. Сергей сделает его реагирование. Я сделаю. И что вы делаете? Восторожно. Хорошо, и что? Хорошо. Итак, вы видите. Сергей'я решение была. Слой мотин. Решение Сергея было. Слой мотин. Я сделаю. Три. И теперь две. Это решение хорошая. Но здесь только одна проблема. Я спрашиваю вам и быть честными. Когда я сделаю хук, что это делает? Что это рука левая? Вы думаете, что я буду стоять статично? Я называю это пиноккио эффект. Вы знаете пиноккио, Mickey Mouse, да? Из Диснейленда. Когда я ударил Сергея, Вы думаете, что он будет способен блокировать 100% успешно? В этом плане, он будет сблокировать? Он забыл. Он забыл. Эта рука останется здесь. Есть сейчас взаимоотношения. Его техника результативная, если я делаю один удар, так или нет? Это просто движение, я сейчас подтверждаю. Вторая часть. Он решил драться по прямой. Почти все люди, включая моих коллег по прямой, они делают, перейти. Без губиться в поведение человека биомеханикам. Сколько из вас думают, что он наклонирует меня, когда начинает начать? Кто верит, что он сможет меня блокировать? Когда я стою статично? Когда я остаюсь статичным Теперь изменируемся, я делал пункт Блок, отжимал Важно, что я стою статичным, чтобы он мог пункть меня, да или нет? Что вы думаете? Слышные шансы не близко к 0 Значит, это решение Это решение Я сделаю статичную, что мне Österreich Вы увидите, мозг работает в очень простой способ Я нанес удар, Сергей заблокировал. Когда его кожа коснулась море, я получаю сигнал в мозг. Он меня зовут все, он знает кунг-фу. И мой мозг преступника хочет уничтожить и уничтожить его. Вы думаете, так получится? Я анализирую, как люди ведут себя в своем движении. Когда я анализирую это, в многих странах, плюс-минус, все делают одно и другое. И получают на это решение. Все борются в структурной линии. Например, в вашем случае, если я уйду с этой линии. Когда я уйду с этой линии, я уйду. Смотрите, я не стою здесь, и я его борюсь. Он приедет в тройку. Смотрите, где я сейчас. Здесь идет, это горько. Здесь он горел, но вы чувствуете это, да? Грое горько, на поверхность кожи. А когда он упал, да? Да, да, да. Он упал. Где вы хотите? Немного леда? Я удивляюсь в ней, когда он стоит или на коленях. Книги. Смотрите, на анкло. Если я сплю на анкло, как это чувствует? Если я ломаю лодышку, то еще раз. Когда Сергей встает, если я стал, если я стал, если я стал, он стал, он будет революционным. Если я стал жестом, то я буду продолжать. Если я даю ему возможность, и слушай внимательно мои слова. Если я дам ему возможность провести серию ударов, не нарушая его серию, а то его движение. Если вы не переломите его движение, он на любую очередь до вас доберется. Если вы будете вырубить меня или нет, я не знаю, я не Бог. Но он будет трогать, и сейчас я буду продолжать трогать, и встать, и встать, и встать, и встать. Сейчас мы не близ, у нас проблемы, сейчас я встал, и встал, и встал, и встал. Я пытаюсь минимизировать этот целый шанс, и встать. Поэтому первое. Первая линия защиты – это наблюдение. Я просто говорю тон голосом. Номер один – это язык тела. Как вы наблюдаете за движением людей? Как вы слушаете его голос? Вы узнаете в один секунду, если кто-то мирный и расслабленный, Встал, и встал, и встал, и встал. Подходит по задному руку. Как дела, приятно познакомиться. Или... ...как выходит машины. Ярость на дороге – не важно. Ярость на дороге – не важно. Я петел, иди ты. Иди, иди. Ярость на дороге – не важно. У нас глаза и глаза… Считают подставку… …Схему негативного поведения. И сколько нужно было, когда начиналось, когда вы выходите на кто-то. Как вы все знаете, тем ближе я подошу… Как вы понимаете, тем ближе я подошу, И меньше времени, когда вы реагируете, пока вы не сможете отреагировать. Что я хочу, чтобы мы сейчас делали, отработали движение. И потом отработали сценарий. Я выбрал историю, связанную к движению. Итак, шаг номер один. Сергей сделает хук. Я, моя реакция, это в реальной реакции. Когда это происходит, я должен взорваться очень сильно. Я не хочу 1-1-1. Нет, нет. Раз, два, три. Я уже здесь. Я, мое мое место? Я, можно... Я продолжаю. Ааааа. Мы на одном уровне, да? Крав, мы хотим быть «смарт». Если я хочу делать «боксинг», я пойду в «тайберин» и поставлю «спорт», и у нас есть «рефери», и мы получим «поинт». Но на улице у нас нет «поинт» и «рефери». Окей, что мы сейчас делаем? «Смомощь». «Стрики». Он атакует. В顔. Посмотрите ноги. «Хаммер». Все знают «хаммер». Я собираюсь «поинт». Да, посмотрите на это. Я могу пройти «поинт». «Стрики». 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 «Ударить». Все, что вы хотите. Попарно попробуем. Попарно попробуем. Попарно попробуем. Попарно попробуем. Попарно попробуем. «Воздух». «Воздух?» «Да». «Я не знаю, что попробуем. Попарно попробуем. Попарно попробуем. Попарно попробуем. Продолжение следует...